Деньги Сейчас в Турции очень распространено расчет картами То есть можно спокойно положить деньги на любую российскую карту Единственное исключение – карта МИР Которую принимают не все банки И не везде ей можно рассчитаться Все остальные карты абсолютно везде принимаются Ну, кроме, наверное, рынка, каких-то киосков И то сейчас, в принципе, во многих местах уже есть эти терминалы Такие мобильные, которые можно перенести То есть лучше всего рассчитываться картой То есть вы, конечно, можете взять какую-то сумму наличными Там в евро, в долларах Но основная масса должна быть на карте денег То есть ей можно рассчитаться курсом Достаточно выгодный То есть там небольшое увеличение курса Естественно, в связи с тем, что банки, конечно, не работают бесплатно Тем более между странами Но в любом случае это будет выгодно Чем вы будете конвертировать деньги сначала в евро Потом эти евро снова здесь продавать То есть сбежите конвертации Насчет банков То есть самый выгодный банк Вот исходя из моего личного опыта То есть мне приходит зарплата на мою российскую карту Сбербанка Я пробовала в разных банкоматах То есть комиссия может быть минимальная Или вообще ее может не быть Но курс очень большой То есть, например, если курс лиры 10 к рублю То есть рубль в 10 к лире То получается, например, 13-14 Может там банкомат выдать по этому курсу деньги То есть самый выгодный курс дает сейчас банк ПТТ ПТТ это наша местная такая почтовая служба Типа Почта России Их банкоматов, их правда немного Но они есть То есть можно заблаговременно пойти И снять какую-то сумму наличными В этих банкоматах То есть у них там минимальное увеличение курса идет И комиссия на одну операцию Там 100, может быть, 120 рублей То есть такого плана Вот, то есть все остальные банкоматы Комиссию дают гораздо большую Также очень много вопросов по сим-картам По мобильной связи Я буду немножко поглядывать В общем, у нас есть такие три основные компании Это Турксель, Водофон и Турктелеком То есть, ну, Турктелеком мы не берем Он в основном, чаще всего, его используют для домашнего интернета То есть Турксель Я вот сходила, прям узнала То есть это было буквально вот два дня назад То есть середина октября Сходила, узнала Значит, сим-карта Турксель Если ее купить для туристов То есть она стоит 117 Теле То есть это приблизительно Учесть, что сейчас курс приблизительно 10 То есть где-то 1170 рублей на русские деньги Но туда уже включено 25 гигабайт интернета То есть его можно будет использовать Тарифы более подробно я напишу Если, например, вы захотите Например, приехали на 3 месяца Или, значит, захотите уехать вообще из страны там через какой-то период То есть помесячно оплачиваете Через полгода, если перестаете оплачивать Через полгода карта заблокируется То есть ее не будет у вас Это что касается Туркселя Есть также вот Vodafone То есть у них сим-карта разовая оплата 155 лир Это, значит, 1550 рублей приблизительно Если вы хотите, значит, с фактурой То есть имеется в виду, что вы собираетесь проживать И вам нужно на год заключить договор Тогда дополнительно оплачивается 10 лир То есть получается 165 лир Если без фактуры, тогда 155 лир И все то же самое В общем, у всех абсолютно одинаковая ситуация То есть если вы приезжаете на 3 месяца Вы оплачиваете там каждый месяц То есть покупаете разово Оплачиваете на каждый месяц Свою, значит, сам перестаете оплачивать Полгода карта, если не используете Не оплачиваете Карта блокируется Это во всех абсолютно, во всех сетях Это большая сеть магазинов У них есть свой оператор То есть называя, так и называется, BIM У них, то есть 85 лир, соответственно, стоит сим-карта И, то есть тариф я также вам более подробно напишу в описании То есть здесь в Турции нет такого, что там туристическая, например, какая-то более дешевая карта То есть вы покупаете сим-карту И в любом случае оплачиваете вот эти суммы, которые я вам назвала И потом помесячно уже исходя из того тарифного плана, который вы выберли Вы будете, соответственно, оплачивать свои расходы То есть все эти сим-карты можно купить только в офисах этих компаний Которые я назвала То есть название все я напишу То есть в крупных офисах То есть в мелких магазинчиках сим-карты не продаются В BIM, соответственно, сим-карты купить можно только в магазинах BIM Непосредственно То есть Vodafone, Turkcell, Turktelecom Есть фирменные магазины То есть только крупных можно купить То есть есть мелкие, где можно там свои, соответственно, деньги положить на счет Есть вот крупные такие, крупные сим-карты Где можно купить эти сим-карты Еще одна животрепещущая тема Это расчет в автобусе за проезд Сейчас в Алании, в этом с этого года У нас, значит, можно рассчитаться Или вы можете рассчитаться наличными Купив карту у водителя Ну, карта будет стоить 10 лир Это на две поездки Или на двоих, соответственно, человек То есть он сдачи не дает Или можно рассчитаться Укола водителя стоит такой небольшой терминал Можно рассчитаться Картой, которая имеет дистанционную оплату То есть приложить ее Любую карту российского банка Любую абсолютно карту Которая дистанционно можно рассчитаться То есть прикладываете И списывается с вас 3 лиры 20 куруш За проезд За один То есть один раз приложили 3 лиры 20 Если двое, то второй раз приложили эту же карту Еще списалось 3 лиры 20 куруш Есть еще Для тех, кто проживает здесь И у кого нет карты Но хочет сэкономить Можно найти офис Где продают карты, которые пополняемые Их в Алании очень мало Вот, например, я живу в Алании Я не видела, где продают эти карты Не могу даже вам подсказать В Махмутлари, говорят, их больше То есть Видели, покупали У нас в основном здесь туристы Рассчитываются наличными Или вот карты, как я сказала И последнее, значит, на сегодня Это наша, опять же, такая глобальная сейчас тема Тест на ковид То есть при прилете в Турцию На текущий момент Вот октябрь 2016 года Они требуют, соответственно Теста на ковид При прилете в Турцию То есть, ну, если вам нужно для вашей страны Куда вы возвращаетесь И если вы, соответственно То есть страна ваша примет Турецкий тест Можно есть очень много клиник Которые делают Эти тесты Они стоят 260 лир То есть, например, Яшам Хастанаси Там Девлет Хастанаси То есть Очень много То есть фирм делают И клиник Где делают Тест на ковид Но для Турции Я повторяюсь Вам Теста не нужно То есть Прилетаете просто так Всех ждем В гости Вот это основное Что я хотела вам Сегодня сказать Если у вас Какие-то Есть вопросы То есть Я с удовольствием На них отвечу Пишите в комментариях Я в режиме онлайн Всем отвечу На все ваши вопросы Хорошего дня Не болейте Всего доброго С вами Яна Жизнь. Путешествия